вечерок чаек сидишь кайфуешь дождался красненький лучок сладкий вот такая у нас получилась красотища привет друзья привет всем подписчикам с вами Владимир Николаев сегодня я отправляюсь на очередную рыбалку но в этот раз залечем на фидерную просиливаем да и сам честно говоря уже давно соскучился только позавчера закончился второй этап кубка России по карфишингу впереди третий и пока вот есть перерывчик пять дней я решил отправиться за лещом будет достаточно интересная рыбалка на реке дисне с быстрым течением это моя наверное третья рыбалка на этом месте сейчас по слухам там особо еще лещ не клюет самое время его там август но попытаем удачу ночная рыбалка на леща очень увлекательно мне очень нравится она вот и ребята знакомые были попадаются даже очень и очень серьезные бонусы там 3 300 был лещ ровно 4 килограмма то есть там есть трофеи еще какие мой викфиш по лещу по моему если мне память не изменяет 2 килограмма 400 грамм ровно поэтому постараемся его побить сейчас отправляемся путь ехать нам порядка 50 километров заодно по пути заедем в мой магазин car travel там возьмем немножко прикормки и живности так что друзья отправляемся пути и 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 так друзья мы на месте вот наш красочный магазин сейчас зайдем купимся необходимое здорово хотя уже в эфире есть черепах отлично так еще надо крючков на леща так-так-так 23 3 ривер ходе здесь у нас карповый отдел все по карпу окном пшено я взял зерно нам не понадобится арома тоже есть да нам осталось только живность взять может быть какой-нибудь спрей дамя опарше штучек да вот эту банку на полную жорик уже грамм 700 наверно корицу лещ лещ и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я специально приехал пораньше, потому что здесь желающих очень-очень много Сзади меня там расположились рыболовы Думаю, что придется сегодня послушать немножко музыки в стиле колокольчиков Если будут немножко хотя бы снимать во время уваживания, то будет намного лучше Я сегодня с собой постарался взять минимальный набор Стульчик, пару удилищ Буду ловить на два бланка Поначалу, как определюсь с точкой Затем уже, наверное, перейду на одну Потому что в прошлый раз здесь очень много несло различного мусора И приходится перезабрасывать очень часто Кто-то хлеб кинул Подкармливает рыбу Ну посмотрим Тогда был август Сейчас еще вроде как листва все на месте Здесь никакого мусора не будет Может и на два продолжим ловить Сейчас потихонечку начну с прикормки Поиска перспективных точек Обо всем вам расскажу Погнали Так, друзья, первым делом нам нужно сварить каши Такую будем мы добавлять уже непосредственно в кормушке Сейчас нам нужно замешать вместе с прикормкой пшеночки Лишь здесь ее любят Поэтому прямо в прикормку Сразу на стартовый замес Мы ее и будем добавлять Сейчас осталось только нам дела заварить Но она быстрого приготовления Я думаю, за 20 минут справимся Наберем водички Все, ждем пока закипит Взял два спрея Лечь корицу Так как здесь быстрое течение Рома буду добавлять на основе милассы По прикормке расскажу, как будет готово Сейчас нужно туда нам найти перспективную точку Водичка закипела Закинул пшенку Я думаю, минут через 5-7 будет готово Вот так я сегодня расположил свое рабочее место Столик вот этот китайский, который возил с собой на зимнюю рыбалку Решил его взять, потому что он в тубусе достаточно компактный Получается транспортировки Ну, в принципе, что у меня здесь Кормушки какие-то Да я даже подочницу с собой не брал Набрал крючков Сейчас будем на месте вязать Черевопарыш Достаточно И руки помыть, конечно, если будет клев Леща сопливого Снарядил уже одно удилище Буду, наверное, повыше поднимать Чтобы меньше мусора собирало Второе удилище у меня тоже 360, медиум Потому что, видите, какой сильный враг Длинные удилища будут доставлять дискомфорт при забросах Да, и они здесь, в принципе, и не нужны Потому что дистанция ловли будет смешная Там 50 метров максимум Вот 360 с тестом 90-150 Но по факту, конечно, там где-то 60-70 грамм Самая нормальная Катушка Нески Ну, та же самая Сахара Да, только с небольшими Доработками С Корпротектом То есть резиночка Стоит В верхней части Много спрашивают по поводу Катушек, которыми я пользуюсь На фидер И что посоветовать До 80 грамм Ну, если, друзья, вам стопор обратного хода Не столь важен То Сахара или Нески Отличный вариант Я разговаривал с ребятами Шамановцами, которые занимаются Катушками, ну, техобслуживанием Сказали, что механизм здесь достаточно надежный Ну, я делал обзоры по ним Там черные шестеренки То есть Работает Вообще четко Единственное, я говорю То, что Нет стопора обратного хода То есть Если вам нужно настроить Да Вам приходится дужку Немножко скидывать И стравливать леску Кстати, у меня здесь стоит шук лидер Он нам абсолютно Здесь не нужен Так как лишний узел Будет собирать Мусор Я оснастку соответствующую Сделаю Самую простую Самую Минимальную Которая Сразу вяжется на основной Плетенки Она у меня тоненькая Там 0,12 Вот он, наш узелок Вторая у меня, кстати Катушка Шамана RC Aero Не знаю, по каким причинам Шамана сняли С производства Я вообще не понимаю Но есть некоторые модели Отличных катушек Которые По каким-то причинам Снимают с производства И я вообще Немножко неудомеваю Я на эту Катушенцию Ловлю уже Наверное, это моя вторая Катушка Такая с премиум класса Которую себе Покупал еще Перед Тем, как Начал увлекаться Карфишингом Да, еще, друзья У меня есть От Shimano XH Такая шпуля 4 4000 FD Если кому-то Нужна Пишите в комментариях Отдам Просто так Потому что Я эту катушку продал Уже давно А вот запасную шпулю Не знаю Забыл положить Что ли Сейчас она мне нужна Возможно Кому-то пригодится С Shimano XH 4000 Имейте ввиду Там в комментариях Или где-то В личке В общем Меня найдете Напишите Да, конечно Не совсем Мне тут Удобно Получается Немножко Так На угромождение Но я думаю Что-нибудь Сейчас мы С этим придумаем Если ее Наискосок Немножко Эту станинку Поставить То будет Отлично Видите Я здесь Установил Кронштейн Потом Подставку Под дудилище И сверху Держатели Задники Будем Как-то так Ловить Вступаем К замесу Прикормки Взял Леща Черного Мини И решили Попробовать Фривер Нужна Инертная Прикормка Я не знаю Первый раз Пользуюсь Дунаевым Я думаю Микс Будет нормальный Здесь Не нужна Именно Совсем Темная Прикормка Потому что Вокруг песок Но там Есть Глиняные Участки С ракушкой Поэтому Оно у нас Получится В общей Массе Такая Темноватая То что нужно Так Прежде чем Приступим Добавлять Рому Сюда Нужно Добавить Нашу Кашу Которая У нас Уже Готова Потому что Она тоже Имеет Свою Влажность Чтобы Чтобы В дальнейшем Рому С водой Не Переборщить Сначала Нужно Все это Дело Перемешать Вместе С Пшенкой Сейчас Каждая Крупинка Получится Перебитая Видите Такая Никакого Сито Ничего Просеивать Не будем Здесь Лето Рыба Активная Если Придет На точку То Нужно И будет Чем-то Останавливать И кормить Хорошо Кстати Не знаю Может быть 2 килограмма Мало Будет На 2 Удилища Да Давайте Наверное Третью Заброшу Это Как раз Тоже Река Инертная Будет Если Останется Все равно Выбросим В Водоем Рыба Так Вот Это уже Мужские Объемы Теперь Нам нужно Замешать Здесь Рому Как я сказал Уже Буду Использовать Рому Лещ На основе Мелассы В принципе На весь Выли Вот Потому что Нам нужна Прикормка Очень Липкая Течение Здесь Приличное Темное И добавлю Специи Все Теперь Это Дело Заливаем Для Замешивания Пошел Конечно Аромат Такой Специи Так Я забросился Закормил Где-то По 10 Кормушек Наверное На каждую точку Значит у меня получилось По дистанциям 25 5 оборотов 24 И 32 Не знаю Конечно Насколько Скажется Дистанция В 7 метров Разницы Может быть Хуже Из-за того Что Размажу Кормовое Пятно Но Так как Река Здесь Носительно Узкая Сразу Идет Такая Ложбинка Получается Я выбрал Самое Самое Глубокое Место По счету Получается На 11 И Дальняя точка Получается Дальний свал Там Около 8 Ну По глубине Метром Я не знаю Сколько Здесь Пример Наверное Метра 4 Вот так Вот точно Есть Вот Сейчас Стартовый Закорм Скажем Я так Произвел Пока Не хочу Много Кидать Потому что Вокруг Рыбаки Сидят У всех Тишина Если Какая-то Активность Будет То Я думаю Надо Будет Обязательно Подбросить Ребята Которые Здесь Ловили Сказали Кормить Кормушку 60 грамм Вот Дальнюю Немножко Несет Сказали Кормить Опарышем Я с собой Взял В принципе Предостаточно Можно будет Часть Порезать Ну и Кормушка 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 Классная Погодка Наконец-то Наладилась вообще здесь прикольное такое место распускается туман значительно похолодало я запаса хорошими вещами если понадобится схожу машину переоденусь недалеко стоит здесь метров 200 наверно вечерок чаек сидишь кайфуешь некоторые даже не знаю что такое рыбалка и вообще не понимает то кайф народ ходит здесь достаточно такое популярное место парочками гуляет то книжки читает это волейбол играет кто-то загорает и все сверху проходит смотрит так со стороны слушаешь кто что там рассуждает достаточно забавно слушать все это артиллерия справа от меня наверное раз два три 4 5 6 7 7 или 8 закидушек поймали одного подышка небольшого грамма 300 может такого отклик все равно есть это радует кстати здесь может лечь выходить периодами часами как тогда мы с лёхой сидели тишина 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 вечером сумерках он поклевал потом все затих 12 часов мы сидели уже там чуть ли не засыпали это где-то с пол первого до четырех раздача была нормальная поэтому нужно сидеть бдить и быть на чеку когда он выйдет у него выходу то тут будет так что ждем друзья и 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 что и и и фонари профукал ну такой подлещик не лечь самое главное что есть начало пришел на корм сейчас срочном порядке добавлю при корм очки класс друзья еще один у нас товарищ сам сам переплыл попробовал укоротить поводок на одном на одном удилище получилось что но не работает а вот метровый поводочек показывает второй результат не знаю возможно конечно связано с точкой может быть и нет вот такой у меня улов попался бросают свиньи все что только можно на дно друзья у нас очередная поклёвочка судя по всему лищик небольшой хотя его хорошо давит так испугался света нет это у нас густерка да фига себе крупная хорошая густерочка грамм 250 наверно такая вот густерка после двух тех подлещиков был перерыв порядка наверное час полтора на потом откуда-то пришли мелкие подлещики грамм по 100 наверно тоже два поймал сразу их выпустил и не знал что делать со вторым удилищем потому что все поклёвки именно то которая ближе у нас было на 25 оборотах видимо самом глубоком месте там собирается весь корм может быть сваливается в итоге я сделал следующее записывал ту самую дистанцию и разместил это удилище просто правее на метров пять наверное идея у нас такая что если течение идет слева направо то возможно шлейф который будет уходить он задержит там подлещика и будет у нас более результативно работать вторая палка что клёв достаточно вялый я спокойно справляюсь перезабрасывая и одно и второе ну чтобы не размазывать кормовое пятно возможно в дальнейшем просто повешено второе удилище групп маленькая грузила вот так что пока такие у нас дела достаточно холодно переоделся полностью зимний костюм потому что лето на улице не знаю сколько сейчас градусов наверно семь восемь может вот так вчера утром рано машина заводил показывала 57 градусов но это рано утром сейчас ночь туман очень сыро ну вроде как немножко поклевает добавляю в корм опарыша здесь зерновые у нас здесь коров пшенка кукурузка все это молотая вот кстати есть несколько сходов сходы такие то есть поклевка чувствует что прямо хорошо долбит подсекаю два-три качка и сразу же сваливается непонятно и есть на штучке тренинг вообще не засечки то есть вроде поклевка подсекаешь ничего непонятно может крючок больше меньше не знаю поводок тоже поставил метр на втором удилище вообще ни одной поклевки на нее не получил все так на это сейчас начало работать и был уже на нее тоже сход рыбу накормил пора и самому перекусить у меня классика сальца лучок огурчиком да сегодня конечно очень прохладно что друзья всем приятного аппетита сейчас еще чайка заварим и продолжим дежурить конечно когда потихонечку поклевает намного комфортно сидеть ночь потому что если не клюет вообще глаза закрывается уже начинает сильно рубить красненький лучок сладкий красотища термос мой закончился ну чай заварить ночью конечно без чая долго не протянешь бодрит особенно если покрепче сделать то вообще отлично 1 2 взял шиповником ну конечно пакетизированный чай еще такой не особого люблю люблю но в этот раз пришлось взять на него до утра нам хватит я пью без сахара с собой сладости немножко взял чтобы глюкоз к тоже было а 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 периодах я думаю туда больше веща будет заходить сейчас на эти такие вот единичные экземпляры каких-то вы цепляешь но целом нормальная поймал около на десятка некрупной рыбы вот и как вы уже могли догадаться сегодня у нас концовка нестандартно немножко атмосфере 4 штучки у нас пошли на ковтиль у нас уже она практически готова прошел час и мы будем сейчас пирог оба вот такая у нас получилась красотища подлещи будет думаю будет очень-очень вкусной всем желаю приятного аппетита и отличных друзьям рыбалок пока